Оркестр Глори Оркестр Глори Дорогие друзья, дорогие гости усадьбы Доровое, предлагаем вашему вниманию литературно-музыкальную композицию по книге Юрия Нечебаренко «Огонь с Божидонки». «Огонь с Божидонки» «Огонь с Божидонки» «Огонь с Божидонки» «Огонь с Божидонки» СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Но что воспоминания о Пушкине? Живой поэт, оказывается, пару раз бывал где-то рядом. Только Фёдор к своему горе узнавал об этом поздно. Как-то в доме Куманиных один из благородных посетителей, когда речь зашла о Пушкине, хмыкнул, как будто речь шла о его хорошем приятеле. Как же? Пушкин видел его тут, вот, рядом, третьего дня? Не может быть! Все подумали, что бравый майор шутит. Пушкин не может так запросто проходить, проезжать мимо. Он же легенда. Не божите! Да как я мог ошибиться, коли знаком с ним? Пусть и шапочно, как у вас, купцов, говорят. Фёдор слушал, чуть не открыв рот от изумлений. Ведь его кумир здесь, рядом, и он может увидеть его вживую. Ведь может даже говорить с ним. Мальчик вскочил из-за обеденного стола. Маменька, простите, но я должен видеть его. И вот, чуть не сбив в коридоре лакея, будущий писатель хватает серую бекешу и мчится вниз по переулку. Запоздалым эхом долетает до него крик взванованной маменьки. «Да остановите его! Куда же вы смотрите за ним?» Кучер выбегает на крыльцо, но спешит в противоположном направлении, вверх, к моросейке. Надеясь найти Пушкина, Фёдор бегом свернул от Ивановского монастыря влево, через пару сотен быстрых шагов увидел белокаменное с красными старинными наличниками здание архива иностранных дел. У крыльца сани, кареты, пролетки. По вензелям и виньеткам на экипажах Фёдор пытается понять, какой из них может быть пушкинским. Кто-то окликает его. Лакей-привратник. Тёзка Фёдора знакомец куманинского лакея. Ходит к нему чаи гонять. Пушкина, сочинителя, не видел, волнуясь, спрашивает будущий писатель. У него ещё, на щеках ещё, тёмные баки такие. Тот служащих и посетителей казённого заведения, даже редких, знал наизусть. Быстро определил Пушкина и позволил себе ироническую усмешку. А-а-а, господин Камер-Юнкерс, как же бывались, с неделю сюда хаживались, но третий день не видать. Должно быть, убылись. Достоевского эти слова ввергли в уныние. Пушкин живой, в сомтелишний, целую неделю был здесь, в двух шагах от дома любимой тётушки. А он зубрил в это время латинскую грамматику и арифметику. Фёдор понура побрёл назад, к куманинам, где его же поджидал взволнованный кучер и рассерженная матушка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Играет музыка 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 Феди в ночи. Волки выдавливают бредные губы. Стая у больницы бегает. Опять пауза. Миша, в отличие от пылкого Феди, мальчик рассудительный. Сначала все обдумает, потом скажет. То зимой придумывает, наконец, Михаил успокаивающее объяснение. Когда им холодно, да голодно. Сейчас осень. Им в лесу хорошо. Спи давай. Федя делает вид, что засыпает. Но слух и воображение его все еще бодрствуют. А в памяти мелькают странички лугучных книжек с дострашными рассказами про волков, уносящих в лес младенцев. Страхи его преследовали и первое лето в даровом. Как-то в августе гулял он один по кустарниковой роще, исследуя местных букашек, жучков, лягушек. Провор на красно-желтых ящериц и не заметил, что удалился от деревни. И вдруг крик громкий и отчетливый. Волк бежит! Ужас! Тут же Федя закричал от испуга, забыл про букашек и вспомнил про быстрые ноги. Да от волка-то не убежишь, а до деревни порядочно. С полверсты, не помня себя, он рванул из кустов в сторону на поле, где на его счастье рослый мужик пахал сахой, погоняя бегую кобылку. Бледный Федя дрожа уцепился рукой за его саху, а другую за рукав зипуна, бормоча что-то про волка. Мужик остановил кобылку, огляделся, хмыкнул в сидящую бороду и посмотрел на Федю со смесью тревоги и сочувствия. Что ты, что ты, какой волк! Померещилась, вишь, изрек он, качая большой головой. Ишь ведь, малец, испужался, ай-яй-яй. Федя все еще дрожа, испуганно оглядывался на гущу кустов. Только когда мужик успокоил его, что волки тут не бегают, а если кто и побежит, то он его волку не отдаст. Только после этого мальчик сдвинулся с места. Потом уже, подходя к деревне, он понял, что услышанный крик был либо галлюцинацией, либо спутал он в том крике волка с дворовой собакой, волчком. Аплодисменты Аплодисменты Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Достоевским, жившим в казенном доме при больнице для бедных, страстно хотелось деревенской тишины и природы. Покупка сопровождалась кучей хлопот и нервов, но взамен они получили сто душ крестьян и пятьсот десятин земли. Путь сюда был не близкий, и почва отнюдь не чернозем. Но даже тяготы путешествия сюда, занимавшего более двух суток с остановками на кормежку лошадей и на ночлег не казались чрезмерными. Дети узнавали много нового, видели опу, разливающуюся в мае на несколько верст, древние русские города, колонны, зарель, незнакомых ранее, зверей и птиц. Не бывало ни одной остановки, где бы Федор не вскочил с брички и не оббегал бы все окрестные места. А когда вдали показывалась знакомая липовая роща, и кучерк говорил, приехали наконец, радости не было предела. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok В Большом пруду, населенном перевезенными из Москвы золотистыми карасями, для Достоевских была не только рыбалка, но и купальня, где они плескались по три раза на дню. В этих перелесках и липовой роще младшие Достоевские устраивали игры. Фёдор был главным выдумщиком и предводителем в игре в Робинзона. Играли они и в индейцев, в диких. В Даровом, само название которого связано с Даром, будущий писатель получил чудесный опыт жизни в гармонии с природой. И пока он был ребенок, всем существом впитывал в себя и аромат этих лип, и шелест луговых трав, и журчание ручьев. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА